В чьем хозяйственном ведении у нас находятся недавно построенные все спортивные кластеры? Это, например, 11-13 школа, 27-я ранее построены и в этом году. В чьем хозяйственном ведении они находятся и в чьи бюджеты заложено содержание и, соответственно, ремонт этих спортивных объектов? Потому что не секрет, например, на примере СОЖ 11-13 спортивного кластера, работа эта проводится не до конца. То есть некоторые спортивные элементы уже выведены из строя и выведены достаточно давно. Хотя об этом мы тоже писали, но даже элементарные вещи, подварить что-то, подкрасить, что-то натянуть, никто этого не делает. Работа в данном направлении ведется, вы тут зря, конечно, говорите. Все эти физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, так называемые фокоты, они стоят на балансе в тех образовательных организациях, на чьих полях они были построены. Что касаемо 11-й и 13-й школы, стоит на балансе в 13-й школе эта спортивная площадка. Там еще действуют гарантийные обязательства. Письма тем, кто выполнял эту работу, написаны. Уже они эту работу ведут. И там была замена и сидений, и покрытия, она периодически проводится. Просто здесь вопрос к детям, понятно, будем проводить и дальше с ними работу. Они портят это, то есть не очень ответственно относятся к тем спортивным сооружениям, которые для них построены. Поэтому, а так это все на содержании школ, директора знают. Там установлены камеры видеонаблюдения для того, чтобы легче было отследить, кто соответственный. Наверное, продолжение, если можно, добавлю. У нас четыре спортивных площадки, которые были построены в этом году по программе при помощи депутата Госдумы Николаса Ильича Панкова. Директора сейчас жалуются. К сожалению, наша молодежь, отношения не совсем правильно приходят. И есть случаи вандализма, скажем, они не такие большие. Начинают те стулья, которые смонтированы на трибунах, начинают их расшатывать, разбалтывать. Мы работу с ними и проводим, именно с молодежью, с населением. Но, к сожалению, такие случаи присутствуют. И желают быть лучшими. Надо в этом плане больше поработать с детьми. Да, Сергей Евгеньевич, вы правы. Действительно, случаи вандализма есть, но ремарку возьму. Зря мы ничего никогда не говорим. Это раз. У меня есть летние фотографии, я специально архив веду. У меня ребенок ходит на площадку, 11-12 школы. С лета два элемента приведены в негодность и до сих пор ничего не сделан. Хотя там элементарно. Просто нужно подварить один, просто подварить. А второй, да, действительно, записать часть элемента. И я об этом писал статьи, а вы говорите зря. Как зря, полгода прошло, ну, три месяца прошло и ничего не сделал. Но ведется претензионная работа. Вы же понимаете, если еще подрядчик за это несет ответственность, мы должны с него взыскать, соответственно, выполнение этих работ. Поэтому пока ведется претензионная работа, как вот сейчас у нас уже какое-то к согласию мы пришли. Поэтому в любом случае все работы будут выполнены. Будем ремонтировать. Хорошо, долго ведете просто.